Canon 600D или Canon Rebel TTI И как бы вы не прикрывали дырку на своих фиксах, картинка все равно будет получаться мыльной Вплоть до того, что можно открыть файлы менеджера и почистить Оправдывать творческой съемкой, мыльность, софт и так далее Любые проблемы любых объективов Всем привет! Сегодня я расскажу вам про мою любимую камеру Canon 600D или Canon Rebel T3i Для многих она и 550D были первыми пропусками в мир творческой съемки Хотя камера появилась в 2011 году, во многом она актуальна и по сей день На такую камеру снимали известные в видео ребята, такие как Сэм Колдер, Паркер Волбек, DSLR Видеогайд Самый главный минус этой камеры это мыльный Full HD, который на самом деле является картинкой меньшего разрешения Просто обскеленной до Full HD внутри самой камеры Картинка немножко мыльная, но с учетом того, что сейчас 90% контента смотрится на телефоне Это не является большим минусом Да, вы не сможете делать полноценные скриншоты фотографии из видео При просмотре на большом мониторе картинка однозначно будет мыльной И как бы вы не прикрывали диафрагму на одну, на две, на три стопы, картинка все равно будет мыльноватой И как бы вы не прикрывали дырку на своих фиксах, картинка все равно будет получаться мыльной Важный момент, вы конечно можете накрутить резкость в камере, но тогда картинка станет, ну это называют перешарпленная Станет такой неприятный, как будто бы снимали на старый телефон Поэтому я все равно даже с условием мыльности всегда убираю резкость в минус Сейчас рядом с камерой сидит потрясающий птенчик В остальном минусов у камеры нету, есть лишь хотелки Это исключительно хотелки, потому что камера вышла 9 лет назад И для того времени это было очень круто ISO 1600, край, все что выше начинает уже шуметь Отсутствие матричного стабилизатора, отсутствие 50 кадров в секунду Full HD Ну само собой, не очень удобные органы управления Хотя даже те органы управления, что есть, реализованы очень классно В общем минус, как я уже сказал, один Отсутствие полноценного Full HD Все остальное лишь придирки Но при этом есть офигенные плюсы данной камеры Самый главный плюс заключается в том, что Canon 600D это автомат калашникова Для многих автомат калашникова это Panasonic GH Но если Panasonic это калаш, то Canon это трехлинейка Которая не откажет вообще никогда Более того, вы знаете, что всякие плюшки на этой камере доступны только со сторонней прошивкой Magic Lantern Так вот, она ни разу не тормозит У нее прекрасный интерфейс Все аккуратно Казалось бы, это костыль Но это настолько органичный, аккуратный костыль, что работать им одно удовольствие И я сейчас понимаю ребят, которые снимали фильмы на Mark II, Canon 5D Второй плюс это цвета, которые вы получаете прямо из камеры Очень многие говорят о том, что у камеры хороший скинтон Я не могу вынести компетентное мнение Но при этом цвет тех видео, которые крашу я, меня вполне устраивает Да, здесь нету логарифмического профиля, но можно поставить три простых обесвеченных Вроде CineStyle, C-Logo И их вполне хватает Вы заметили, что я не отнес к минусам отсутствие 4K Для того времени оно было просто не нужно Если вы работаете мало на посте Если вам нужен готовый материал практически из камеры Даже не 90, а 99% материала все еще снимается в Full HD Все телевидение работает на Full HD Весь YouTube работает на Full HD Большинство каналов Поэтому отсутствие 4K не является минусом А вот отсутствие полноценного Full HD является минусом бесспорно Как раз полноценного Full HD этой камере не хватает Full HD 60 кадров в секунду, да, было бы замечательно Наглядно покажу работу прошивки Magic Lantern Включаем камеру Режим Live View И вот наша стандартная рабочая область Вот родной интерфейс камеры С гистограммой Интерфейс Magic Lantern Сам интерфейс полностью настраивается Здесь очень много подпунктов Но сейчас моя задача просто показать Как с ним работать Переводим колесо в видеорежим Соответственно в видеорежиме Мы уже снимаем По нажатию кнопки записи Вот запись пошла Мигает Рек Выключаем запись Здесь есть зебра И есть фокус пикинг Я кручу кольцо фокуса И фокус пикинг бегает по стене Управление при помощи Magic Lantern очень удобное ISO Диафрагма Зажали AV И так же крутим колесико Зажали AV и так же крутим колесико И выдержка Просто крутим колесико Диафрагма Выдержка ISO отображается на экране Нажали Q Вот у вас сразу же цветовые профиля То на чем вы в последний раз остановились И выбираем Q Центр Выбрали другой профиль Q Q Центр Выбрали профиль натуральный Q Q Центр Выбрали другой профиль Очень удобно Соответственно даже во время записи видео Можно поменять выдержку И даже поменять ISO Диафрагму тоже можно поменять Себра здесь тоже есть Сделаем кадр поярче ISO 6000 Ну вот Видите Все в пересвете Делаем выдержку короче Видим какие части Остаются в пересвете Какие нет То же самое и диафрагмой Либо открываем Либо закрываем дырку Делаем выдержку длиннее И видим пересвет В этой прошивке абсолютно все кастомизируется Вплоть до того, что можно открыть файлы менеджера И почистить на флешке файлы Которые записывались не камерой А появились там из других мест Меню очень удобное Все ругают менюшки Sony Но менюшки Panasonic тоже далеко до этой камеры Всегда вы видите на экране время Всегда вы видите на экране количество кадров в секунду Оставшееся свободное место на флешке Не в минутах, а именно в гигабайтах Это очень удобно Во время записи видео всегда можно сделать снимок Нажать на кнопку А видео у вас будет продолжаться записываться Несмотря на то, что здесь всего 9 точек автофокусировки Фазовый автофокус работает гораздо лучше, чем контрастный Включу режим автоматической фокусировки Это не самый быстрый объектив То есть он переключается сначала с видоискателя на зеркало Потом обратно Фокусировка происходит очень быстро Вот видите, температура немножко поднялась 50 градусов Сейчас стоит автофокус Quick А именно переключение на фазовый датчик автофокуса Если переключить контрастный датчик автофокуса Мы видим, как долго камера фокусируется С таким механическим мотором в объективе Фазовый датчик автофокуса Это вещь Еще раз Родной интерфейс Интерфейс Magic Lantern Если вы только начинаете Конечно, возможно, Sony A6000 будет более предпочтительно Потому что там полноценный Full HD Или Sony A5300 Я не знаю, какие там модели есть Мой выбор был за Canon Потому что это представитель той эпохи зеркалок Которая сейчас, к сожалению, уходит И мне хотелось ее застать Хотелось поработать фотографом Хотя бы немножко Почувствовать зеркало Да, там нет пентапризмы Там пентазеркало Но все равно Это все еще та самая зеркалка Которая очень похожа на Canon 300D А Canon 300D является прямым потомком Еще тех пленочных зеркалок Я помню Лет, наверное, 7-8 назад Мой тренер Бест Он занимается фото Тогда я вообще ничего в этом не шарил Он говорил, что Его Canon У него была какая-то цифровая зеркалка Canon Сейчас я уже понимаю, что, скорее всего, первопитак 5D Mark I Он говорил, что она полностью повторяет пленочную зеркалку Canon Имея лишь электронную начинку Цифрозадник, так называемый И мне казалось, блин, это так круто Что есть камера пленочная, а есть камера цифровая И для меня во многом Canon это целая эпоха Canon, Nikon Ну просто к Canonу моя душа лежит больше Ну и так получается, что Когда я выбирал между Canon и Nikon Только у Canon была возможность В бюджетных решениях Снимать 60-50 кадров в секунду Пускай в HD Я это понимал И оказалось, что Так или иначе Все снимают на Canon Оптика на них дешевая, это тоже Случайное совпадение Но я рад, что моя душа лежит именно к этой системе Сейчас вышел уже Canon R5 Банально, хочется чего-то нового Вот и все Мне кажется, будет такое, что Поигравшись с другими системами Panasonic, Sony, Fuji Ну Fuji, это своя история Все потихонечку придут к Canon Как к нечто проверенному и очень классному Вот такой немножко сумбурный обзор Большое вам спасибо Спасибо